Здравствуйте, уважаемые зрители Миромир ТВ! Итак, выдержит ли отечественное сельское хозяйство форсированное вступление во Всемирную торговую организацию, о которой так говорит наш младший президент Дмитрий Анатольевич Медведев? Дискуссия началась давно, более 11 лет назад, но сейчас, 2011 год. И об этом мы говорим с Сергеем Федоровичем Лисовским, аграрием, сенатором от Курганской области, первым заместителем Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. Здравствуйте, Сергей Федорович! Здравствуйте! Итак, Сергей Федорович, 2011 год, весна. Все-таки дискуссия началась давно, но вот по состоянию на нынешний момент. Готово ли сельское хозяйство Российской Федерации к этому форсированному вступлению? Ну, вся страна не готова, прямо скажем, и село в том числе. Но самое главное, что у нас не готово правительство к вступлению в ВТО и не готов административный аппарат, ну, чиновичный аппарат, да? А вступление в ВТО предполагает очень серьезное и жесткое администрирование как экономической политики, как внутри страны, так и внешнюю составляющую, да? У нас, мы знаем, аппарат расхлябан, у нас практически нет профессионалов-чиновников. Профессионалов не взяточников, да, чиновников, а профессионалов-чиновников... Управленцев? В хорошем смысле, нет. Чиновник-бюрократ это определенная профессия, да, очень сложная и, кстати, очень нудная, прямо скажем. Но у нас этот класс выродился, вот этих советских настоящих государственных чиновников, да? И мы получили чиновников-взяточников, которые, как профессионалы, ровно ноль. А для того, чтобы работать в ВТО, надо прежде всего иметь очень мощный чиновящий аппарат, бюрократический, да, который будет отстаивать интересы страны, потому что там гораздо сложнее все процедуры происходят. И в то же время активно внедрять и продвигать экономическую политику страны во внешние стороны, да? У нас аппарат к этому готов, не готов вообще, у нас просто людей таких нет, которые этим могут заниматься, да? И мы прежде всего проиграем не потому, что у нас не готова промышленность, не готово сельское хозяйство, да? А потому, что у нас не готовы чиновники к вступлению в ВТО. Я с вами соглашусь, поскольку имел счастье сравнить с китайскими. У меня случалось сидеть в Китае на переговоры. Насколько дотошно китайские чиновники, энергично и дотошно ведут переговоры? Ну, элементарная вещь. Я вот год назад написал письмо. Европейцы включили против нас, это такой недружественный шаг. Экспортную субсидию по мясу птицы, да? То есть, что они делают? Каждый, кто отправил мясо птицы в Россию, через неделю после пересечения этой птицы российской границы, получает плюс 16 рублей. У себя? У себя. Естественно, имея 16 рублей в плюсе, производитель западный может опустить цену своей птицы и, соответственно, быть более конкретно способным, чем наша российская. Это недружественный шаг. Есть процедуры. И тот же Китай, вот он, как и Ракам, отработал это буквально за две недели. То есть, как только включили экспортную субсидию, он также включил запретную пошлину на эту экспортную субсидию. Страгировал мгновенно. 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 Две недели. Год назад он написал письмо. Меня футбольное мистерство от одного к другому. То есть, он написал Минэкономразвитие, он написал Минсельхоз, он написал Минпромторг, написал Минрегион. И каждый мистерств отвечал, что да, проблема есть, но это не наша проблема. Это надо туда. Кончилось с тем, что все-таки я добился, что... А чья же проблема? Куда туда? Минэкономразвитие наконец-то сознался, что это его проблема. Он должен проводить антидемпинговое расследование. Но там очень хитро. Часть он должен проводить, а часть Минпромторг. Но, как мне было написано, у нас сейчас создан таможенный союз. Теперь эти полномочия переданы таможенному союзу. Но комиссия по антидемпинговым расследованиям и защитным мерам рынка единого таможенного пространства до сих пор не создана. Поэтому куда отправлять этот документ, мы не знаем, ждите. То есть, Крущев на Новодевичье зажалуетесь, получается. То есть, понимаете, они создали таможенный союз, при этом совершенно не создав структуру управления этим таможенным союзом. То есть, голодранцы, ГОП, единую кучу. Собрались. И ничего не готово. То есть, вместо того, чтобы сначала подготовить все инструменты, все чиновники, бюрокративные процедуры и, прежде всего, чиновников набрать. Потом так, сели, посмотрели, все создали, все создали, можем работать, можем, поехали. Открываем таможенный союз. Поступили по-другому. Открыли таможенный союз. Не договорились ни по таможне, ни по единым тарифам, практически ни по чему, мы видим. Естественно, не создали эту комиссию защитную. И теперь мы, считается, мы уже больше года, как создан таможенный союз, мы в вакууме. То есть, нас никто не защищает, мы не знаем, куда обращаться. Министерство говорит, теперь это не наше, теперь туда. То же самое происходит, например, с качественным продовольствием. Мы уже были готовы выпустить техрегламенты по мясу, свининой, мясу птицы, по маркировке. То есть, чтобы нам дерьмо не везли, извините. Да, это нормальный, не только дерьмо, но это еще является защитной мерой в рамках ВТО. Она разрешена. То есть, я в свое время с германскими производителями мяса птицы разговаривал. Говорю, как вы защищаетесь от американцев. Понятно, что у них гораздо больше возможностей вас задушить. Говорят, только техрегламентами. Они не походят по качеству. Мы можем свой техрегламент выполнить, они не могут. То есть, техрегламенты – это еще защитная мера в рамках ВТО, которую все активно пользуются. То есть, не имея техрегламентов, вообще нет смысла в ВТО выступать, потому что ты беззащитен. Так вот, вступили в таможенный союз, сразу им проторгают, оп, а техрегламентами должны были в течение месяца выйти. Все, техрегламентами мы больше не занимаемся, теперь это таможенный союз. Кто в таможенном союзе занимается, тоже никто не знает. Опять комиссия еще не создана. То есть, мы подвисли вообще по всем направлениям. Это только таможенный союз, это только три страны. Представляете, мы вступаем в ВТО, где там 180 стран. Все, нас разорвут. Это как 22 июня 1941 года, то есть, разорвут мгновенность. Мгновенно, да. И 16, да. И самое главное, у нас нет Сталина, который там ругает, который может за полгода взять все заводы и перевезти их на Восток и запустить. И у нас не только нет Сталина, у нас нет коммунистической партии, которая тоже этим руководила. У нас нет эффективного госуправления, которое могло это обеспечить. То есть, нас просто разорвут, и мы не сможем защищаться. У нас нет ни инструмента, ни возможности. Сергей Федорович, а вот очень интересно, то есть, европейцы за то, что они поставляют сюда, то есть, они фактически субсидируют своего поставщика. Ведь это же не рыночная мера, как нам говорят здесь, и не ВТОшная. И не ВТОшная, но мы не члены ВТО, против нас можно, но есть, у нас, кстати, даже есть закон о защитных мерах, где-то прописано, что в случае вот таких недружественных шагов, мы имеем право тут же ввести это. У нас там прописано, что процедура около трех месяцев, ну, хотя бы три месяца, хотя и она, извините, за три месяца можно любую отрасль разорить, да? Ну, конечно. Чем занимается, она живет своей жизнью, крестьяне живут своей жизнью. По-моему, у нас министр думает только о цвете платочков, на каком она телекамере выступит. Все, больше ее ничего не интересует. Так вот, мельсельхоз должен был у всех плешь проесть. В крайнем случае, ну, нет таможенного союза комиссии, ну, так иди к Путину и говори ему, Владимир Владимирович, вот таможенный союз еще не готов, они нас раззаряют, потому что они давят на нас демпинговой продукцией, давайте введем защитные меры. У нас есть закон по защитным мерам, можем это сделать. В этих условиях еще в ВТО вступить, когда такая каша эта? Когда мы не можем даже по одной позиции, там, помясь у птицы, вопрос решить. А представляете, сколько у нас будет позиций по всем? По всем виду товаров. Это тысячи товаров. А мы одну позицию отбить не можем. При том, что они сильные поставщики, у них и климат мягче, и субсидий больше, они просто разбомбят. Это безусловно. Нет, это будет уничтожение нашей экономики. Напалм. И так она у нас, к сожалению, не в лучшем состоянии. А так это просто будет уничтожение остатков нашей экономики. Сергей Федорович, а скажите, вот Скрыльник, нынешнее министерство, министр сельского хозяйства. Вы видели, наверное, Гордеева, до Гордеева еще, я уже забыл, кто был. В принципе, Семенов был. Ну, я не знаю, кто с вашей точки зрения был лучшим министром, на вашу память? Ну, Семенова я мало застал. Я его знаю просто как члена огородного комитета в Думе. Очень умный и профессиональный человек. И он, кстати, объединяет, возглавляет один из союзов аграрных. А Гордеев, да, вот как раз я занялся в 99-м селом, и как раз Гордеев пришел. Мы как бы вместе с ним стартовали. Ну, я могу сказать, что это человек, который создал нашу отрасль, по сути. Я имею в виду не птицеводство, а вообще сельское хозяйство. Ну, да, воссоздал. Он ее воссоздал. Он первый, кто начал говорить о системном подходе, о субсидировании, о создании единой программы, о возрождении отраслевых союзов, о создании Россельхозбанка, специального банка, который кредитует крестьян. Росагролизинг он создал. Он создал эти государственные интервенции зерна, без которых мы, кстати, погибли бы в эту жару. Если бы у нас не было интервенционного фонда, мы бы просто погибли бы. То есть, это человек, который системно подходил к отрасли. То есть, он создавал систему, которая, мы видим, он ушел, а отрасль еще по инерции движется. Но уже ресурс исчерпан, и тем более он, опять же, создавал ее практически с нуля. Поэтому понятно, что большой потенциал было трудно нарастить. А эта мадам откуда вынырнула? Ну, это другой вопрос, откуда она вынырнула. Она, в общем, в агролизинге возглавляла, и, в общем, агролизинг неплохо работал при ней. Там, понятно, какие были вопросы какого-то плана такого, опять же, какого у нас чиновники любят, бюджетного. Но это другой вопрос. Это пусть прокуратура занимается. А вот именно как система поставки оборудования и техники на село Агролизинг работал. Работал хорошо. Но, может быть, как руководить Агролизинг, она, в общем, была достаточно нормальна. На своем месте. Да, но когда к ней попадает отрасль, которая несоизмерима больше Агролизинга, несоизмерима, и где больше политики, чем конкретно где, потому что создание системы отрасли – это политика. Это взаимоотношения с другими отраслями. Естественно, взаимоотношения с другими министрами. Это внешние связи с другим миром, с другими рынками. То есть это совершенно другой объем работы и требует больше знаний и подходов. Поэтому здесь, естественно, она явно не справляется. Причем это не только мое мнение, это мнение всех аграрий, с которыми я общаюсь. Ну, как бы, что имеем, то имеем. Ну, и опять же, имея вот такое вот развалившееся мистерство. Почему развалившееся? По сути, так как она, видимо, женщина мягкая, у нее забрали охоту. Да, хотя охота, это в страшном сне, никому не приснится в Европе, чтобы охота не относилась к сельскому хозяйству. Ну, такого просто нет, да? Вот. У нее забрали рыбу. Она практически не занимается ветеринарами, там, фитосанитарией и так далее. То есть, для нее это тоже неинтересные, как мне кажется, отрасли. И вот последние законы, изменения ветеринарные законодательства, фитосанитарные, они тоже уничтожают эту часть отрасли. Потому что без ветеринарии и фитосанитарии мы не сможем существовать. Во-первых, не сможем существовать как отрасль. Во-вторых, это очень опасно, потому что болезни животных опасны для людей. И, в-третьих, провоцируют болезни, вот как с африканской чумой. Мы просто делаем свои территории зараженной, и мы просто не сможем общаться с внешним миром, потому что нас просто закрывать начинают по африканской чуме. Не только по мясу, но и уже по зерну. Из-за вредителей в зерни? Нет, потому что если кабан дикий пробежал по полю пшеницы, это зерно является зараженным, и ни один животновод его не возьмет. Потому что огромный риск, это зараза, она, зараза, вот буквально мы с вами поговорили, вот я вас рукой коснулся, я не знаю, что у меня вот есть зараза эта, да? Я вас коснулся, у вас на одежде остались. Вы зашли через несколько дней на ферму и полегли все свиньи. То есть, это зараза страшно быстро распространяется. Вот, например, на Сардинии тогда занесли из Туницы эту африканскую чуму, они уже 10 лет не могут разводить свинину. Хотя это была традиционная их отрасль свиноводства. А в условиях вступления в ВТО, когда всех этих... Я считаю, что сейчас вот эта эпидемия африканской чумы, это опять же бездействие смельсельхоза. И его, скажем так, сдача позиций по ветеринарии. Потому что у нас почему-то наши горе-реформаторы, эти новые либералы в управлении государством, посчитали, что у нас очень жесткое ветеринарное законодательство, хотя все страны как раз его только ужесточают. Они его максимально ослабили, много передали в регионы. В результате у нас вспышку африканской чумы не смогли задушить зародыша в Ростове, как это было. Она ушла на 5 областей, а сейчас у нас уже, по-моему, 9 областей заражены. Так, извините, забрось сюда бациллы эти, ты вырубил целую страну из моревого рынка. Кстати, есть такое предположение, потому что к нам африканская чума пришла из Краснодарского края, а африканская край она пришла из Грузии. А в Грузии за несколько лет до того, как она все пошла, американцы создали лабораторию, как раз говорят по африканской чуме. Потом, чтобы вы тоже знали, в Грузии поражена африканская чума, у них нет своей свинины. Трупы болеенных животов скидывали просто в реку, они уплывали в море, и течением морским их принесло в Краснодар. То есть, вполне можно говорить о диверсии. Да. Прямую диверсию. Вот как у японцев отряд знаменитой Маньчжурии, это очень похож. Вот. И мы это все, это все происходит. Я понимаю, что мы все люди, у нас есть возможности ограниченные, да. Но я понимаю, что Мессельхоз бы ходил бы с плакатами, там, Мессельхоз бы выступал, бил бы кулаком, там, там, требовал, да. Мы же этого не видим. Она улыбается и говорит, что все хорошо. А что у нас хорошего, я не понимаю все ли. И более того, она очень сговорчива. Надо уменьшить поддержку сельского хозяйства вдвое. Да, это уже отдельная тема. Смешно. Я давно с ней не общался, но как-то в последней встрече, я говорю, вы понимаете, что бюджет, который нам выделяет Минфин, он недостаточен. Но нельзя решать те задачи, которые перед нами стоят. А с учетом, если опять не дай мы вступим в ВТО, это вообще для нас как бы не бюджет, да. Что мне говорит министр? Сейчас денег нет, но мне Кудрин обещал в 2013 году добавить. Разговаривал с ней в 2010. Я говорю, Елена Борисовна, а вы еще понимаете, что мы до 2013 года не выживем, мы сдохнем все. Кому он будет выделять деньги в 2013 году? Они нам сейчас нужны. И сейчас у нас это происходит. Причем село – это настолько тонкий механизм, потому что там взаимосвязь всего, как мы видим, погоды, ветеринария, промышленности, экономики, внешние факторы. То есть это очень сложная система. Что не принятие решения мгновенно, да, вот в нужный момент, приходит, потом становится необратимым. Да это как военная операция. Да, это как военная операция. А когда это все сегодня решаем, ну сегодня неудобно, там Христиенко, сейчас лучше его не трогать, он там, не знаю, болеет или еще что-то у него, там проблемы какие-то. Там Кудрин, у него бюджет не очень, значит, тоже его не трогаем. В результате, как-то я тут не выдержал, и одному из наших крупных работников говорю, знаете что, а может вы тогда закроете Минсельхоз? Ну тогда будут все знать, что мы без министерства, нас никто не защищает. Ну закройте его. И хотя бы тогда мы будем героями. Вот нас никто защищает, а мы еще живем. Ну, таким образом получается головы нет. Это все равно, что на войну, товарищ Сталин, дайте танки, танки дайте под Москву, под Москву немцы. Через три года мне обещали. Примерно так. И мне, честно говоря, вступление Российской Федерации в ВТО, в сельхозяйственном отношении, напоминает... Нет, тут последнее, вот это, если мы все замечаем, для вас, может быть, вы не сельхозник, для вас в отголоски доходили этой битвы под ковром, когда зерно-то интернационное распределяли, не помните, да? Ну, читал, так сказать, косвенно, да. А интрига очень простая, что, я так понимаю, Минсельхоз неправильно информировал президента, и президент сказал, что все-таки давайте не будем распределять зерно интернационное, фуражное именно для животноводов адресно, а давайте-ка мы их на биржу. На биржу, да. Это вот более рыночное. Я понимаю, что у него проблем-то много, ему как донесли, так он и понял, да? Да, по сути, да, если брать чистую ситуацию, не нашу, российскую, то, да, наверное, на биржу более чисто. Но вот я просто знаю на селе, вот как вот, я много езжу, и вот как вот фермеру, вот губернатор какой-то, да, собирает фермер и говорит, ребят, вот я вам сейчас помочь не могу, у нас есть зерно там по 4,50, но это вот не рыночно. Сейчас это вот на биржу, а крестьяне из них 80% даже не знаю, что это такое биржа, а, и, наверное, 95% вообще не знаю, как наторгиваете, чисто технически, да. Вот выходите на биржу, и там вам по рынку вы продадите, вы купите зерно для своей скотины. Во-первых, ему нужно зерно-то, ему нужно там 2-3 тонны, а там вот совсем другое. Ну, не биржевая партия. Да, не биржевая партия. И вот что подумает крестьянин про власть? Что у власти есть зерно, а она вместо того, чтобы этому крестьянину, оно сейчас очень тяжело, да, и от него просят, вы там скотину не ешьте, вы там давайте развивайтесь, она вместо того, чтобы отдать вот по цене, как вот купила, там не надо ниже, хотя бы по цене покупки, давайте-ка на биржу, а вы по рынку идите покупать. Вот что подумает про власть, про губернатора и так далее? Малахольные, малахольные подумают. Вот в лучшем случае. Потому что крестьяне понимают, что на бирже купят крупный спекулянт, а потом ему те же 2-3 тонны, простите, продаст трое дороже. И не знаю, еще когда была идея, когда еще месяц был этот самым министром сельского хозяйства, сделать федеральную продовольственную корпорацию. Ну так вот, вот эта идея выставить на биржу, это министром сельского хозяйства. Представляете? То есть тот, кто должен защищать, он выходит с идеей, чисто абстрактной, из учебника, совершенно не привязанной к данной ситуации, которая сложилась в данной конкретной стране, где это министерство вроде бы должно защищать село. Поэтому, когда вы говорите про ВТО, мы можем даже не идти на село, что у нас полдородие почвы ниже, что у нас холодный период 7 месяцев. У нас кредиты больше. Я даже про это сейчас, к этому мы еще до этого не дойдем. У нас просто нет чиновников, которые смогут в рамках ВТО правильной работы. То есть до этого мы можем еще. Это уже условие, которое нас топит стопроцентно. То есть надо, как минимум, с вашей точки зрения, Василий Федорович, надо для начала государства собрать, как говорится, провести в порядок и потом о чем-либо говорить. Потому что, извините, без чиновников, что из ВТО касается, что других проблем, мы вообще никуда не прибежим. Вообще никуда не придем. Просто крушение потерпим. Не имея вот такого заработоспособного, как говорил Владимир Ильич Ленин, как часовой механизм государственного аппарата. Ну, это как бы проблема, которую мы имеем. Если вы читали Сталина, он вообще считал, что каждые пять лет надо чиновника либо сажать, либо менять его деятельность. Ну, ротацию им делать, да. Даже тогда, представляете, когда наказание было жесточайшее. За коррупцию. Ну, там даже условно коррупции не было. За какие-то мелкие. По сегодняшним делам это вообще детские шалости. Там могли посадить или расстрелять. И даже при этом Сталин считал, что больше пяти лет нельзя на одном месте. У нас десятилетиями сидят люди, там, где того же Христенко, где того же Голик. Ну, это просто уже... Ну, даже говорить смешно. Ну, да. Вот так в легкую посмотреть. А когда Христенко пришел, да. Нет. А это еще спуститься ниже, там то же самое. Сидят люди, которые ничего не сделали. То есть, у нас нет успехов ни в одной из этих областей, где они сидят, да. Уж в крайнем случае, ну, ладно, не говорить о них, что они коррумпированы. Можно сказать о них, что они бездарные. Бездарные. Ну, тут поменять хотя бы их. Ну, хотя бы ротацию строить. Хотя бы что-то. Сергей Федорович, вы знаете, кому они напоминают? Мне напоминают людей, которые стоят на мостике корабля, который плывет по течению. Они вот 10-15 лет уже стоят. А у нас большой опыт стояния на мостике. Но ты же ни разу в жизни, зараза, не вел корабль. Ты не включал двигатель. Не прокладывал курс. А мы вот у нас опыт, мы 15 лет уже сидим. Это страшная проблема. Это так, но еще и хуже. Мы не просто по речке плывем. Мы падаем с горной реки. С водопада. У нас не так много времени для того, чтобы что-то поменять. Ну, это... Вот, кстати, тут видел один репортаж из Туниса. Сейчас там все говорят, вот у нас такое невозможно. Это другой вопрос. Возможно, невозможно, это как бы жизнь покажет, да? Но что меня поразило? Там идет парень, и выхватывают журналисты его фразу. И он говорит, что мы вышли сюда, потому что у нас отняли надежду. А он, ему лет 30, да? Он говорит, тут у меня нет надежды. Я знаю, что у меня лучше никогда не будет. И поэтому я вышел сюда, на эту площадь, потому что у меня убили мою надежду. У меня нет ее. Мне нет будет еще. Ну, и когда мне говорят, у нас так будет, не будет, а вы выйдите и спросите у крестьян, у него есть надежды. Вы выйдете, спросите у человека из среднего класса, не в Москве, в Москве еще может быть, да? А вот рядом, да даже в Москве, у него надежды есть. Ну, вчера Василия Мельченко спрашивали. Он тоже у нас сидел. Понимаете? И вот эта фраза, которую я случайно увидел, она объясняет все. Там, Фейсбук, там, американцы, не знаю, китайцы это сделали, может, какой-то третий разум, или Ай-Каида. Дело не в этом. Дело в том... Горючий материал, не важно, что он спичку кинул. Вот как у нас Маниш произошел, да? Раз, ну, футбольная трагедия, убили наши футбольные фанаты, да? Не важно, народ уже готов. И готов не потому, что там у кого-то убили, а потому, что готов. Ну, в чем проблема-то? А надежда, что такое надежда? Это социальные лифты. То есть, молодой человек, он должен понимать, что он... У него есть возможность карьерного роста. То есть, вот, если он, стиснув зубы, там, школа, институт, сложная работа, ну, внизу компания, да? Но у него есть возможность роста. И тогда он будет работать. Как она у нас была с вами. Такая возможность. И я помню, когда я из научной среды, да, я четко знал, что если я буду хорошо учиться, там, что я смогу защитить кандидатскую, защитить докторскую, получить лабораторию, ну, если мне повезет, да? Дальше двигаться. То есть, я понимал, что очень многое, очень многое, да? Зависит от меня. Зависит от меня. Понятно, что... Вы в каком году заканчивали, простите? Я в 83-м закончился. Все, в принципе, понятно. В 83-м у вас это вот веер возможности. И вы знали, как двигаться. А сейчас-то... Я знал, как двигаться. И я понимал, что процентов 80 моего успеха – это моя работа. Мой труд. Вот я буду хорошо трудиться. У меня понятно, что... И тогда было кумовство, и тогда... Но тогда было жесткое правило. Родственник не мог работать в одной структуре со своим родственником, да? Со старшим родственником, да. А когда у нас министр – и пошли все родственники. Когда у нас два министра – родственники. Ну, и мы хотим еще победить коррупцию. Но она просто... Она просто здесь сидит, она здесь живет. Это мы здесь пришли, да? А она здесь просто живет. Мы тут в сторону задам вопрос. Действительно, ситуация взрывоопасная. Сейчас будет температура подниматься. И будет подниматься такая климатическая, будет и политическая подниматься. Сергей Бабурин предложил срочно, пока не рвануло, если не хотят усидеть, идите на конституционную реформу. Вот смотрите, у нас тоже смешно. Вот Голикова, да? Она у нас уступала года полтора назад в Совете Федерации. Жена Христенко. Сейчас она у нас... Минздрав, Минздрав соцразвития. Она у нас уступает. А у нас в Кургане, вы знаете, знаменитый институт Елизаровский. Это всемирный институт. Аппарат Елизарова. Да. Он федерального значения. У нас там ушел главврач и должны были поставить нового. И областная дума, коллектив Елизаровского центра, губернатор, там я, еще много известных людей. Мы обратились к Голиковой и сказали, что вот у нас есть человек, который 30 лет проработал в этом институте. Ну, с низового врача до РОСД, замдиректора. Да, вот мы просим, чтобы он возглавил институт. Ну, человек заслужил, да? Ну, РОСД. Отсюда же РОСД. Все его знают, все. Я ей задаю вопрос. Говорю, знаете, вот мы вам уже там пятый месяц шлем письма и не получаем вообще никакого ответа. Она говорит, ну да, я знаю проблему, в течение месяца мы вам ответ дадим. Ну, прошло 4 месяца, естественно, ответ мы никакой не получили. Через 4 месяца она присылает, знаете, кого? Вот угадайте. Говорит, угадайте. Вы сможете угадать. Ну, нет, я видел оборонный завод, где тренеры футбольной команды назначили. Нет, вы сможете угадать. Знаете, кого вы прислали? Педиатра из Петербурга. Вы же могли отгадать. Что вы? Могли же отгадать. Нет, и педиатра, детского врача. Сейчас, подождите, подождите. Педиатра из Петербурга. Педиатра из Петербурга. Вы кого имеете в виду? Нет, это не такой известный человек. Ну, просто. Потому что из Петербурга, да. Это педиатр из Петербурга. Мы могли отгадать. Вы знаете, в чем дело. Но это еще хорошо, он же все-таки врач. Вы знаете, что все-таки педиатр. Нет, я сам говорил, видел, когда тренер футбольной команды стал возглавлять оборонный завод. Или там, мы знаем, когда тренер под ЗДО возглавляет область, причем пограничную. Нет, понятно, но вот я вам говорю, что, ну, какая, говорю, коррупция, она же здесь живет, это мы пришли здесь. Мы здесь не при двору, да? Она просто живет у нас здесь. Ну, понятно, к сожалению, я вот думаю, что если они не пойдут на то, что предложили, так сказать, умные люди, если они сами начнут конституционную вот эту реформу и смену, то их смену. Нет, и поэтому я бы хотел просто всем людям нашим, мы все граждане своей страны, и не хотим, чтобы у нас происходили вот такие ситуации, как в Ливии, там, в Египте и Тунисе, да? Потому что любая вооруженная борьба, она в ней, прежде всего, кстати, страдают невиновные. Прежде всего, да? И она не нужна России. Но просто, когда я смотрю, о чем говорят наши политики, когда они обсуждают, у нас как в Египте, не как в Египте, они в другой плоскости ищут. Ведь плоскость совершенно другая уже, да? Когда у человека нет надежды, у него же нет логики в его действиях, да? Логика исчезает. И ничего нельзя, и самое страшное, что нельзя ничего просчитать. Как он среагирует завтра, не знает никто. Когда у человека нет надежды, он вместо майонеза будет гранаты кидаться, или что угодно. Он может все что угодно. Он может повеситься, пойти утопиться, может уйти в лес, в секту. А может выйти на площадь. И самое главное, что этому человеку нечего терять. Да, все. Вот что самое еще главное. Потому что, почему все бьются за средний класс? Среднему классу всегда есть чего терять. Почему коммунисты уничтожали кулаков, ну, как они называли, зажищенных крестьян. Потому что зажищеному крестьянам было чего терять. Да? И это именно тот класс, который держит стабильную страну. А когда человеку терять нечего, мы боремся с Кавказом, и у нас все бегают за этими террористами. Понятно, за ними надо бегать. Но, наверное, не всей страной, а специальным органам. А у нас всей страной бегаем. А во-вторых, пока там не будет людям что терять, они так и будут бегать с автоматом. Все понятно. Или пока местные жители поймут, что им эти террористы самим не нужны. Потому что он знает, у него есть коровы, стадо коров, стадо овец, у него есть виноградники, овощные поля. И что этот террорист ему просто мешает везти в беду, да он сам его задушит и закопает. В Кабардино-Балкарии, где у них есть гостиницы, где они живут, от туристов, кто приезжает на лыжах кататься. Они милейшие люди. Они тебе еще и подарок сделают. То есть, пока человек не получит, за что он будет защищать свою территорию, ради чего, да? Это будет взрывная масса гремучей. Взрывная масса. При этом, понятно, я не исключаю необходимость борьбы с традицией. Это делать надо. Но это не должна делать вся страна, напрягаясь все усилия. Это должно делать профессиональное ведомство, которое этим должно занимать. А правительство и страна должны обеспечить там рабочие места, в первую очередь. Сергей Федорович, хотел бы все-таки вопрос этот узнать, который прошел скользко. О нем уже забыли. Ну, всем понятно, что есть надо, в любом случае надо обеспечить свою страну продовольствие. Есть такое понятие продовольственной безопасности. Значит, такое понятие, мы с вами это понимаем, а в правительстве такого понятия нет. Это реально понимает Путин, это реально понимает Медведев. Вот все остальные, но они этого не понимают. Вы знаете, я вот на совещаниях сижу, и вот до сих пор, сейчас, правда, уже это не так в открытое. Когда я, помню, в 2000-х начинал, мне говорили, да, что, Кристианин, кому вы нужны? У нас деньги есть, нам все привезут. Причем это говорили министры. Это говорили министры, да? Хотя Запад, вступая, вот, казалось бы, западные страны, они, открываясь для ВТУ, сельское хозяйство свое, они не открывали. Не открывают никогда. Никогда. И вот они до сих пор уже больше 10 лет, это знаменитые Дахийские, они до сих пор не могут договориться по селу, потому что это основа основ любого государства. Ну, это безопасность. Это вообще основа основ территории. Но в Российской Федерации этого никто не хотел понимать. Никто не хотел, так вот. До смешного. Сейчас Путин реально это понимает. Я вот на совещании бываю, там, то, что я вижу. Но его министры до сих пор на таких, скажем так, не очень открытых совещаниях, вот, буквально месяц назад сидели на совещании и начали обсуждать, там, что вот картошка растет. Вот, а что мы это, открыть границу, сейчас картошку нам привезут. Мяса нет, ну, горели нет, да, открыть границу. Я говорю, вы знаете, конечно, тут все можно открыть. Но только кто тогда у нас в России будет выращивать, если все привезут? Как мы будем собственное производство? Мы тогда должны будем всю жизнь возить. И по какой цене? Как только эти ребята поймут, что у нас нет своего, у нас цена будет такая, что нам никакой нефти не хватит. Но самое страшное, что это говорит человек, там, замминистра, министр. Вот, что самое страшное. Сельского хозяйства, экономики. Нет, это другие, из экономических наших министерств. Они у нас любят. Но это тяжелый случай. Экономические министерства, инфицированные гайдероидами, чубайсоидами, еще так далее. Они ведь так и остались тогда. Они у нас в Эшем все инфицированы. Выше школы экономики. А, в Выше секты экономики, как называют. Это отдельная история. Это, конечно, была... И вот они это и говорят. Это такая же была диверсия американская, как и с африканской чумой, как в свое время колорадского жука нам подбросили в 60-е годы. Такая же была диверсия с этими Выше школы экономики, которая вот эту либеральную рыночную нам теорию подбросила. И все упорно их пытаются внедрить в отдельно взятой стране. Опять, как нам социализм в отдельно взятой навязывали. Теперь нам либеральный рынок, которого нет нигде в мире. Сергей Федорович, я вам дарю сравнение. Мы Северная Корея на выворот. Либеральная Северная Корея. Здесь методы монетаризма доведены до абсурда. И вы с ними должны сталкиваться по роду деятельности. Понимаете, когда меня спрашивают, что на селе, говорить о проблемах села бесполезно, потому что политика министерств, от которых зависит с селой, не только с селом, но с селом сейчас, она вообще отсутствует, либо она противодействует развитию села. Поэтому говорить, что у нас засуха, молоко, зерно, корма и так далее, это как бы уже вторая история. Первая история, что реально никто не проникся важностью села. И когда, говорю, еще наше профильное министерство этого не понимает, да? Ну тогда о чем говорить? Если сейчас открыть, вот мы, допустим, открыли сейчас, вступили форсировано. Сейчас пришли эти здоровые мускулистые ребята, у них дотации, дешевые кредиты, техника. Они вышибли к чертовой матери нас с рынка. У нас легло сельское хозяйство, просто напалом выжгло. И что, через нас буквально на следующий день, образно говоря, нам мясо будет потом уже подороже продавать? Нам будет по такой цене, чтобы нам наших нефтяных хватало только на то, чтобы мы не сдохли. Не сдохли и не пришли голодные грабить Европу. Вот исключительно уже будет такая идеология. То есть нас накормить так, чтобы мы оставались на этих территориях, тихо вымирали. И чтобы была еще рабочая сила на нефтепромыслах. Сергей Федорович, общаясь с аграриями эпизодически, хотя я еще когда был обозревателем на заседаниях у сосковца, у вице-премьера, еще тогда говорили, от той суммы, что мы платим в магазинах, собственно говоря, за продукты, за продовольство, за снедь, до крестьянина доходит 10%. Ну не 10, чуть больше, конечно. Ну вот картошка 2-3 рубля с себестоимостью, а ее продают. Нет, послушайте, картошка никогда 2-3 рубля. Я тоже картошкой занимался. Нет картошки за 2-3 рубля, это сказки. Промышленная картошка у нас себестоимость в среднем 4-5 рублей. 4-5 рублей, ну. А последние 3 года, опять же, крестьяне ее продавали по 5-7. Ну то есть они имели где-то, но это 5-7, как они, они продавали ее уже собранную со склада, то есть у них реально где-то получался рубль, там копеек 70 килограмм, они зарабатывали. Вот их был их заработок. Но все равно получается, вот картошка просто пример, почему достаточно наглядный. А вот если взять молоко, например, я же молоком занимался, и хотя у меня было одно из лучших хозяйств в стране, на протяжении 5 лет я болтался так, 0 плюс 3 процента минус 4 процента. Это лучшее хозяйство в стране. Лучшее. И, конечно, через 5 лет такой жизни я уж, конечно, ушел оттуда, потому что понял, что молоком, как во всем мире, без поддержки государства заниматься невозможно, потому что молоко – это производная 7-летнего труда, минимум, оттуда 10-летнего. Поэтому если у тебя нет четкого понимания, как будет формироваться цена хотя бы лет на 15, молоко всегда будет убыточным. Всегда. Потому что молоко все сходится. А лучше на 25. Вот тогда в длинное молоко будет прибыль. Я про молоко говорю производство именно молока, а не переработка молока. Это две разные вещи. И, а когда у нас политика государства в лучшем случае год, а то и полгода, да, то всегда молоко будет убыточным. Вот сейчас говорят, там выросли, даже вот продвинутые европейцы, вот выросли цены на молоко в Европе, да. Ну, извините, помните, два года назад французские фермеры выремивали молоко на улицу, на дороге. Ждевать было некуда. Да. Опять же, это вот бацилла этого либерального рынка, что Евросоюз, и вот там попытка что-то там в рамках ВТО регулировать, заставили Европу и Францию особенно снизить дотации фермерам, которые на молоко заставили. Они снизили. И приняли программу, что... Ну да, у фермеров произошел, значит, что они стали работать всего в убыток, они вылили это молоко и зарезали коров. Ну, просто. А чтобы повысить цены, или чтобы не содержать? Нет, ну и потому, что у тебя, кажется, коровы – это всегда убыток, да. Но если ты не можешь продать молоко, или продавать по цене ниже себестоимости, у тебя остается одно – зарезать корову. Они их зарезали. Теперь прошло два года. Теперь нужно молоко. А коров-то нет. Даже эта уж старушка Европы, которая очень серьезно относится к селу, а даже она вот под этим либеральным давлением, она все-таки смогла. А либеральное давление откуда идет? С Америки. Ну, понятно, откуда у нас. Ну, уху. Они ребята умные, и деньги печатают им проще. Знают, как взламывать? Чем взламывать? Вот. Поэтому... А если взять уж нас, то понятно, что у нас молоко всегда будет в убытке. Вот мы там в свое время хорошо пробили тех рекламентов по молоку, хотя бы заставили этих переработчиков писать это настоящее молоко или восстановленное. Из-за из порошка. Да. А то раньше же, как все же молоко было. И тогда, мне помню один... Ну, не все же переработчики негодяи, да? Много и порядочных людей. Мне один переработчик как-то сказал, Сереж, ну вы что-то сделаете? Вы меня скоро заставите мел водой разводить и продавать под молоко. Вы, говорит, меня понуждаете, потому что, ну да, я честно покупаю молоко перерабатываю, но другой жулик мел размешал и продал. И у него тоже молоко. И, конечно, он может цену другую поставить, чем я, покупая ценное, цельное молоко, да? И мне сам переработчик, помню, говорит, Сергей, вы что-то сделаете, потому что я скоро буду мел продавать вместо молока. То есть ему дешевле купить вот это сухое молоко, смелым смешать, чем брать с нейтральным? Конечно, конечно, дешевле. Ну, извините, представьте, сколько возник с молоком настоящим. Потому что все партии разные, да? Ты должен его привести к стандарту, должен проверить его на содержании различных микробиологий. Ты должен его очень быстро перерабатывать, сохранять температуру плюс 4, чтобы оно не испортилось. Плюс срок переработки очень ограниченный. Это очень сложный процесс, если ты занимаешься настоящим молоком. А сухое ты со склада мешок принес. Ни температурного режима тебе, ничего не надо соблюдать. В бак засыпал, водой размешал и продал. Да? Что ж получается? Мы едим черт знает что. Я уж боюсь подумать вообще, что в колбасе содержится. Нет, ну сейчас с молоком более-менее разобрались. Хотя вот этих регламентов, а сколько было против нас всяких скандалов? Эти либералы все орали на нас, что вы уникнетаете промышленность, в этот техрегламент он ставит зависимость. Ничего страшного не произошло. Произошло одно, что хотя бы мы стали пить более-менее приличное молоко, более-менее. И цена на молоко, сырье выросла почти в два раза. И тем самым хотя бы позволяет сейчас производителям немножко зарабатывать, чтобы покрывать убытки, хоть как-то развиваться. Причем хоть как-то. Я не говорю там, они не жируют. Когда мне в одном министерстве, опять же, Минэкономразвития, здесь недавно обсуждали, сейчас у нас вся птицеводческая острова в убытке. Казалось бы, одна из самых доходных. В среднем на килограмме птицы на сегодняшний день производитель теряет от 5 до 10 рублей. Вы представляете, да? Да. Мы пришли с представителями нескольких крупных производителей мяса птицы в Минэкономразвитии и говорим, вы Минэкономики, посмотрите нашу экономику. Что-то надо делать. Потому что, если так будет дальше производиться, мы просто раздоримся все. И мне замминистра говорит, да ладно, у вас жирка-то хватает. Куда вы там? Замминистра. Я говорю, вообще-то я не понял, откуда у нас может быть жирок? Может, мы что-то не знаем? Может, вы нам покажете? Он начинает рассказывать. Достает такой талмуд данные Росстата. Это отдельная песня Росстата. Начинает показывать, какая у нас себестоимость, по чем мы продаем. Я говорю, извините, а откуда у вас эти цифры? Вот мы тут крупнейшие производители. Мы готовы вам открыть вообще всю бухгалтерию. Пригодите. Наймите любую аудиторскую компанию. Приходите к нам и садитесь. Проверяйте любую цифру. Я могу сказать, что эти цифры, то есть, наши себестоимость здесь процентов на 25 ниже, чем у нас реально. А продажная цена процентов на 20 у вас выше, чем мы реально продаем. Вот у вас и получается 45% разницы в реальной цифре. Конечно, при таком у нас. Вам кажется, что у нас есть жирок? Но вы извините, откуда вы взяли цифры? Он мне говорит. Менсельхоз. Это Росстатый Менсельхоз. Откуда Менсельхоз взял цифры? Непонятно. Самое смешное дальше. Я в Менсельхозе вспоминаю эту историю. Говорю, слушайте, вы даете цифры Минэкономразвития, они делают ошибочные выводы и понятно, что не доносят до руководства страны, что что-то надо делать. Потому что они считают, что все хорошо. По цифрам все хорошо. Мне поразительно, что мне будет Менсельхоз. Тоже на уровне заммельства. Говорят, ну да, ситуация-то сложная, но мы не имеем права пользоваться другими данными, как Росстатом. Я говорю, ну вы же знаете, что реальная ситуация другая. Мы там шлем, у нас в каждом предприятии куча отчетов. Вы от нас по пять страниц, там где стоимость корма, мы же вам все это присылаем. У вас же все есть. Он говорит, вы нам все присылаете, но данные мы должны использовать в Росстат. Ну да, я вижу, что Эндиро Агантина, здесь же написано, Марго говорит, ты, примерно так. Да, то есть, и вот на него смотришь, ну думаешь, он издевается над тобой, или я, наверное, что-то в этой стране, опять же, я, наверное, чужой в этой стране, потому что не понимаю вообще, как может замминистра сельскохозяйства, говорить, что да, мы знаем, что ситуация другая, но мы должны пользоваться официальными данными Росстата. Ну так ты иди в этот Росстат, я и узнаю у них, почему у них данные не соответствуют реальности. Сергей Федорович, а вот попытка включить механизм тогда с торговыми, было бы закон о торговле, по-моему, называлось, чтобы с крестьянам больше доставалось. Нет, закон о торговле мы приняли, здесь надо сказать, Зубкову, благодаря его личному. Личит премьеру Зубкову, да. Личный он и лично Путин. Вот я могу сказать, если бы два человека, как мы еще смеялись в Думе, что у нас меньшинство, что у нас несколько депутатов Государственной Думы, несколько сенаторов, и Зубков, и Путин. Вот, но мы смогли победить эту мафию. Вот. То есть, если бы эти два человека лично не занимались, ничего бы не получилось. То есть, там что, ограничили наценки, чтобы... Нет, наценку нам не дали ограничить, хотя мы должны к этому прийти, потому что без нее все равно эффективного механизма работы до закона не будет. Но нам тогда не дали, потому что давление было страшное. То есть, все были против. Вот все... Хрустянковское мы ведомство точно делали. в Министерской это даже не обсуждается. Там и Минэкономразвитие был против, и в администрации президента, были все против. И причем нам говорили, вот вы закон примете, все, торговая отрасль погибнет. Дефицит наступит. Ну, все будет. Закон приняли, читая отчет X5, наших публичных, Магнита, у них за прошлый год рос выручка на 25%. То есть, всех этих страшилок ничего не произошло, наоборот, нормально развивается. Слава Богу. Но дальше надо будет идти. Надо идти дальше, потому что закон хотя бы, вот я могу сказать, что когда мы начинаем этот закон, вообще с чего он пришел? Ко мне пришли, закон появился. Но идея витала, то есть его обсуждают. Вот, кстати, Гордеев еще хотел принять. И он, кстати, был уже почти готов. Этот закон. И он был, в Минэкономразвитии уже был вариант, ну, такой, скажем так, средненький, но был. И он должен был уже выйти, как сейчас помню, был май. И вот в конце мая мы его читали уже в Сайд Федерации, смотрели. Девятого года? Девятого. не Девятого, это было восьмой. Восьмой года. Вот. И вдруг в конце мая приходит передача, тогда мэр был, да, Мэр был, Минэкономики, развития и торговли. А тут торговлю передают Христенко. Зачем? Непонятно, но передали. По-видиму, Греф ушел, отстаивать было некому, хотя, конечно, торговля должна быть в экономном развитии. Ну, Анна Биулина человек не такой сильный, видимо, как Христенко. Христенко как себе торговля. Зачем ему торговля? У него правильно. Ну, видимо, есть какие-то причины, которые мы озвучивать не будем, потому что иначе нас подадут в суд. Мы все о них знаем. Сергей Федорович. Вот. Ну, так вот. И закон, естественно, передают, естественно, Христенко. А вот закон уже буквально в мае, она говорит, ну, все, в июне правительство его передает к вам в Думу и в Совет Федерации. Ну, мы как бы ладно, все ждем. Как только Христенко, Христенко тоже говорит, ну, как, я только что пришел, значит, мне же надо разобраться, я же не могу там. Ну, и в конце года, в декабре, он уступает в Совете Федерации. И мы ему, естественно, задаем вопрос, как вот у вас там закон о торговле, когда? Он же был готов уже, да, то есть, технически его передали вам, причем был согласован со всеми уже. И тут он заявляет, а я вообще считаю, что закон о торговле, торговле не нужен. Это вредный закон. У нас вообще торговля, это передовая отрасль российской экономики, передовая отрасль, да? И вообще надо спасибо сказать торговцам, что они есть, существуют. Зачем вообще закон? Да вы нафиг крестьян, нафиг вы нужны, блин. Вон торговлю все. И после этого выступления ко мне пришли многие сельхозники, говорят, ну, что нам теперь делать, нам вообще просто заканчивается наш бизнес, что ли? И вот тогда, мы, помню, в январе сели и вот начали двигаться. Слава Богу, нас поддержал Думе, вице-премьер, вот Ярова, Зубкова. То есть, как-то такая вот группа, она небольшая получилась, но она была очень такая, эффективная. И мы начали двигать. Хотя вот нас поддерживал премьер, поддерживал первый вице-премьер, с таким скрипом шло. Вплоть до того, у нас случай был совершенно феноменальный. Вот опять же, мы говорим о нашем чиновничестве. Идет совещание у Зубкова. И там и президент, и Путин сказали, уж не помню, такого числа, чтобы закон в правительство внесло. Ну, чтобы... Хватит он. И остается буквально неделя. Ну, и Зубков назначает совещание, чтобы вот... И он говорит так, вот мы должны на этом совещании принять какую-то версию. И вот давайте ночью работать, значит, мы с Минэкономразвития, с Минпромторгом, там, с Ассоциацией торговых сетей, то есть сидим, все там, неделя, чуть ли не сутками, да. И версию должен был нам прислать Минпромторг, потому что он официально ведет этот закон. В 9 вечера нам присылают 7 версий. Представляешь, в 9 вечера у нас на 10 утра совещание за руку. Мы причем всем созваниваемся и говорим, ну, вот иезуиты, да. Но мы все равно, мы ночью всю эту версию штудируем, там, смотрим, в 9 утра созваниваемся с Минпромторгом, что-то согласовываем, приходим к какому-то, ну, более-менее согласованному варианту. Берем эти все документы, вот они у нас с собой, мы приходим, садим совещание, а тут же на любом совещании есть папочки такие вот. Материалы, да. Материалы к совещанию. 7 лет ходил на заседание, знаю. Ну, понимаешь, и мы как люди порядочные, мы думаем, на чем материалы к совещанию, у нас же с правками наши законы, у нас же закон с правками, и мы, естественно, обсуждаем все по нашим черновикам, ну, потому что уже есть отметки там, все обсудили, вроде договорились, Зубков так вздохнул, говорит, ну, слава богу, хоть к какому-то решению пришли, вот тексты-то разные, а тексты-то разные, а потом у нас из ФАС один мужик берет из ФАС эту папку, выбор правые котлы оказывается, так вот, он звонит мне через час, я уже приехал в офис, сижу в офисе, мне через час звонит, Сережа говорит, а ты документы смотрел, которые раздали у Зубкова-то, я говорю, да нет, а зачем, у меня же с собой был рабочий документ, я по нему и работал, но я тоже всегда папки беру, он говорит, ты посмотри, у меня открываю, а там другой закон, ну понимаешь, что же Сергей Федорович, я звоню руководителю департамента промышленности правительства, который формально, потому что минипромторг ведет, ведет этот закон, и говорю, слушайте, а как так получилось, ну наверное это ошибка, я искренне еще думаю, что это ошибка, ну ошиблись люди, это подлог, не ту версию, ну знаешь как, он говорит, не Сергей Федорович, вам надо читать документы, у вас было написано материалы к совещанию, вот по ним и надо было, а то, что вы с собой, мало ли что вы с собой принесли, понимаешь, то есть это прямой подлог, мы об этом, вот понимаешь, вот все депутаты, все члены Совет Федерации, там были производители крупнейшие, да, все понимают, что это подлог, то есть преступление, по сути, этот человек до сих пор работает, до сих пор работает, правительство, до сих пор рассматривает, сидит на совещаниях и так далее, даже не страшно, что он подлог, всякое бывает в жизни, жуликов много, да, но он работает, вот двух великого Сталина, слышишь ли ты нас, после этого, дедушка Сталина, вот знаешь, после этого мы как-то сидели, я говорю, ну вот, вот как не вспомнить, я говорю, представляешь, что бы было, посадили всех, и правых, и виноват, после этого совещания, вот если бы такое, даже бы не разбирались, кто подменил, как, вот ты был на совещании, все, иди, в лагеря, нет, вас бы не посадили, Сергей Федорович, не посадили, вот, но дело не в этом, понимаешь, пока не будет жесточайшего, соблюдения, бюрократической дисциплины, у нас ничего не будет, жесточайший, потому что бюрократическая дисциплина, это основа государства, а если какой-то мелкий чиновник, позволяет себе, на совещании, первого вице-премьера, подменить документы, и он после этого еще год работает, продолжает работать, так о какой дисциплине, о чем можно? Ну и все, ребята, у страны нет ни ВТО будущего, ни вообще будущего как такового, я думаю, дорогие телезрители, так сказать, должны сказать, что Сергеем Федоровичем интересно поговорить, Сергей Федорович уже отчаялся найти, так сказать, нормально, нет, я бьюсь, нет, вы бьетесь, но вы прямую выходите теперь в интернет, насколько я знаю, да, я долго держался, но понял, что надо обращаться к людям, потому что, вот читая эти письма, хамские письма от ПИСКи, от министерств различных, я их, кстати, рассылаю сельхозникам, вот, и мне не все звонят, говорят, слушайте, у этих людей совесть есть, поэтому, я думаю, что я буду выкладывать теперь все эти ответы наших министерств, и думаю, что они будут теперь более внимательные, давая ответы на важные темы, которые я затрагиваю в своих запросах. Сергей Федорович, спасибо вам громадное за эту беседу, вот, теперь все понятно, для начала надо страну привести в порядок, потом думать уже о каких-то ВТО и о чем-либо другом, вот, ну, а мы, дорогие телезрители, вынуждены будем продолжать эту тему, до следующих встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова